Партия Согласия призывает отложить рассмотрение законопроекта о Гражданском Союзе до следующего созыва Сейма. Как указано в заявлении, депутаты фракции постановили, что не будут участвовать в дальнейшем рассмотрении данного законопроекта. Причина. Согласно имеющейся информации, появились подозрения, что на голосование в юридической комиссии парламента могло быть оказано давление. В этой связи несколько представителей оппозиции уже обратились в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией с просьбой выяснить, не происходило ли подкуп депутатов. В частности, три оппозиционных депутата обратились в КНАП по поводу возможного оказания влияния на депутата Сейма Айвара Гейденса при голосовании по законопроекту о Гражданском Союзе. Сам Гейденс отрицает, что на него было оказано какое-либо влияние. Для голосования по законопроекту необходим кворум, то есть не менее 50 голосов парламентариев. Принятое решение фракции согласия может создать препятствие для принятия данного законопроекта. До сих пор минимальный кворум всегда достигался путем голосования некоторых членов согласия. Со вчерашнего дня, согласно решению правительства, плата за размещение беженцев в туристическом жилье снижена с 20 до 15 евро в сутки, а за питание с 15 евро до 10. В этой связи 570 украинских беженцев, которые сегодня проживают в Риге за короткий срок, должны переселиться в другие места, поскольку часть отелей уже заявили, что больше не смогут размещать у себя беженцев с Украины. Об этом сообщили представители столичного самоуправления. Всего в Риге в туристическом жилье проживает около 2000 беженцев из Украины. Агентство ЛЭТО, председатель правления Рига и сландых отель Андрис Калнич рассказал, что с 31 мая этого года отель прекратит прием граждан Украины, о чем они были проинформированы и ранее. По данным отеля, беженцев Рижская дума будет размещать в гостиницах более низкого класса, в том числе в служебных гостиницах, то есть общежитиях. Сразу после праздника города с 6 по 10 июня на территории Дагурбаса пройдут запланированные учения бойцов 36 батальона 3-й латгальской бригады ЗМСАРД. В течение рабочей недели военнослужащие будут проходить обучение, оттачивая уже имеющиеся навыки и приобретая новые для укрепления своей боеспособности. Участие в учениях примут около 30 армейцев, которые будут передвигаться на военной технике по дорогам общего пользования в светлое время суток. При этом использовать боеприпасы или их имитацию не планируется. Процесс обучения военных из МСАРГов латгальской бригады организуется непрерывно в течение всего года. Бойцы выполняют различные тактические задачи и летом, и зимой. В местах проведения учения на территории Дагублса перемещение военнослужащих и специализированной техники будет проходить по дорогам общего пользования, но при этом не мешает движению автотранспорта. Центральное агентство финансов и договоров заключило договор с предприятием Дагублскуденс о реализации европейского проекта, который позволит сократить потребление энергии при помощи установки системы солнечных батарей и самостоятельно вырабатывать энергию для собственных нужд. Это уже второй подобный проект, который реализует Дагублский водоканал. Установка солнечных батарей пройдет на водоочистной станции Земели. Их мощность составит 90 кВт. Аналогичные солнечные панели будут установлены и на водонасосной станции Вингрид-2. Их мощность составит 70 кВт. В рамках европейского проекта также заменят устаревшие водяные насосы на пункте водоснабжения Вингрид. Реализация всех предусмотренных проектом мероприятий приведет к сокращению потребления первичной энергии на 525 МВт.ч в год, что позволит сократить выбросы парниковых газов, и при этом дополнительная мощность будет получена из возобновляемых источников энергии. Общая стоимость проекта составляет почти 766 000 евро без учета налога на добавленную стоимость. Доля самоуправления составит 15%, то есть 115 000 евро. В рамках проведения конкурса по сбору макулатуры «Чистая Латвия» была отправлена на переработку 555 тонн и 632 кг макулатуры ненужной бумаги и картона. Это стало возможно благодаря школьникам Латвии. В конкурсе участие приняли более 92 тысяч детей из 358 учебных заведений. В Латгалию в конкурсе представляли 60 учебных заведений. Самыми активными была признана Прельская первая основная школа, учащиеся которой сдали на переработку более 8 тонн макулатуры. В число лидеров также вошли Резокнинский техникум и Прельская средняя школа номер 2. В Даугуплс в конкурсе представляли 20 учебных заведений. Юные горожане сдали на переработку 19 тонн 749 кг макулатуры. Наиболее активными в этом году стали учащиеся 12 средней школы, средней школы Центра и Даугуплской государственной гимназии. 4 июня в 12 часов в Даугуплсе пройдет чемпионат Латвии по суперспринту и открытый чемпионат страны по эстафетному триатлону. Старт соревнований будет дан на пляже озера Большие стропы, стропу Вилнис. Плавать спортсмены будут в Стропском озере. Маршрут велопробега будет прилегать по улице Дзинтеру, а суперспринт – бег на очень короткие дистанции – будет организован на пляже. Организатором соревнований выступает Даугуплский центр триатлона в сотрудничестве с городским управлением спорта и при поддержке Латвийской федерации триатлона. Приходите поддержать своих фаворитов и просто весело провести время. Уже на следующей неделе Даугуплс будет отмечать свой 747 день рождения и в этом году праздник обещают быть замечательным, хотя о некоторых традициях придется на время забыть. Так, не будет традиционного шествия горожан по улице Ригас, не увидим мы и на главной площади города большой сцены. Но зато всех нас ожидает феерическое шоу Интерса Бусселеса в Даугуплской крепости. Так что оставаться дома в эти праздничные дни будет неправильно, тем более, что 4-5 июня проезд в общественном городском транспорте будет бесплатным для всех. Кроме этого, будут организованы дополнительные рейсы городских автобусов и трамваев, что позволит Дугуплчанам и гостям посетить самые разнообразные мероприятия. С программой праздника можно познакомиться на портале грани.лв. 24 мая на пункте таможенного контроля Индра была предотвращена попытка провоза на территорию Латвии кондробандного груза. Сотрудники таможенного управления службы государственных доходов в результате проверки вагонов поезда, следовавшего из Белоруссии, обнаружили более 259 тысяч сигарет. Участие в процессе досмотра состава принимал кинолог с собакой. Незадекларированный груз находился в конструкциях одного вагона, а вдруг в других вагонах среди бетонных плит были обнаружены упаковки сигарет Enzo Gold и Queen Super Slims с акцизными марками Республики Беларусь. Сумма неуплаченных налогов государству за изъятые сигареты составляет около 46 тысяч евро. Материалы дела переданы в Департамент налоговой таможенной полиции и службы госдоходов для возбуждения уголовного дела. Редактор субтитров А.Семкин